Слухи о сотрудничестве Netflix и Обама ходили еще в марте, тогда об этом писали в New York Times, и вот, наконец, они подтвердились. Как сообщается, продюсерская компания Барака и Мишей будет производить разнообразный контент, в том числе сериалы, документальные и художественные фильмы. В некоторых проектах бывшая президентская чета даже появится на экране, причем сами по себе материалы не будут иметь политической окраски. В январе экс-президент появился в эфире ток-шоу Дэйвда Леттермана на Netflix. Как сообщается, это произошло благодаря дружбе Обамы с креативным директором Netflix Тедом Сарандесом. Именно тогда и начались разговоры о сотрудничестве. Дженнифер Энистон тоже заключила свой первый контракт с Netflix. В реальной жизни актриса в политику совсем не рвется, но на экране она сыграет первую женщину президента Америки нетрадиционной ориентации. Сериал будет называться «Первые леди». Премьера должна состояться в конце этого года. У Шарли Стерон тоже намечается интересный проект. Ее следующий фильм – биографическая картина об основателе Fox News Роджере Эйльсе. Стерон сыграет Мегин Келли, которая проработала ведущей на канале более 10 лет и в 2016 году заявила о сексуальных домогательствах со стороны Эйлса. Этим событием как раз и будет посвящен фильм. Уилл Смит, который прежде чем стать актером в 90-х был успешным музыкантом, кажется соскучился по былым временам. Смит исполнит гимн Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России этим летом. Песню актер записал вместе с американским исполнителем Ником Джемом и представит ее уже 25 мая. Живое исполнение гимна по традиции состоится во время финала чемпионата. Легендарный журнал «Интервью», основанный художником Энди Орхолом, закрывается спустя почти 50 лет работы. Такое решение связано в первую очередь с банкротством здания, а также со скандалами, в которые был вовлечен журнал. Сразу несколько сотрудников подали в суд на интервью за невыплату зарплаты. Кроме того, три сотрудницы обвинили креативного директора журнала Карла Темплера в сексуальных домогательствах. Издатели пока официально не сообщили о закрытии, но редакторы интервью в социальных сетях уже попрощались с журналом и ищут новую работу.